Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней передачи «Аутизм. Мифы и факты». Сегодня у нас в студии Ольга Владимировна Гаврилина, главный нештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуй, Владимир. Добрый день. Владимир, скажите, пожалуйста, об аутизме говорят вообще не только медицинские работники, говорят и психологи, говорят и педагоги. То есть это такая общая тема. И все-таки давайте скажем нашим телезрителям, что это все-таки заболевание или это какое-то, может быть, отставание в каком-то развитии? Как вы считаете? Давайте расскажем об этом. Аутизм действительно такая проблема, о которой в последнее время, ну, не говорит только ленивый, наверное. То есть очень большое внимание приковано к проблеме аутизма. Почему? Наверное, потому что долгое время, наоборот, об этом диагнозе знали очень мало. И особенно как-то вот у нас в России не особо было принято ставить такой диагноз, и таких детей было значительно меньше, чем сейчас. Но об этом я попозже скажу. Проблема действительно колоссальная в том плане, что такой ребенок, если рождается в семье, он требует к себе совершенно иного отношения и большого комплекса мероприятий, которые необходимо проводить родителям вместе с массой специалистов. И, конечно, это все очень накладывает отпечаток вот на сложность проблематики. Если говорить вообще, что это такое, конечно, нельзя рассматривать вот аутизм с точки зрения обычного медицинского термина заболевания, потому что заболевание имеет начало, продолжение, какой-то исход. Аутизм – это все-таки первозивное расстройство развития. То есть все-таки это состояние, патологическое состояние, которое характеризуется определенными симптомами, синдромами. Но и в силу того, что это состояние, к сожалению, вот оно не лечится как заболевание, так скажем. То есть мы можем, применяем различные методики, различные подходы, но говорить все-таки вот в истинном понимании слова как об излечении здесь мы не можем. Ну да, как при другом диагнозе, например, там есть лекарственная терапия какая-то, да, медикаментозная. Здесь она тоже есть, об этом я позже скажу, но, к сожалению, вылечить вот на данном этапе развития науки, медицины мы это состояние не можем. Владимир, ну тогда вы уже заикнулись, да, вот по статистике, да, вот аутизм, насколько он развит у нас, вот, да, выражено это состояние, как вы его сказали, да, в Ульяновской области, может быть, в России в целом, какие цифры назовете? Да, я статистику назову, вот взяла как раз с собой. Когда я этой проблемой начала заниматься, ну, лет 10 назад, у нас в Ульяновской области было зарегистрировано около 100, потом 120 детей на всю Ульяновскую область. Всего? Да, всего. Сейчас этих детей 387. Вот если говорить о статистике, то это за статистические данные 2020 года, за 2020 год. Вот. 387 детей, это составляет 23% от состоящих под наблюдением вот у врачей-психиатров детских и подростковых. Если говорить по отношению к населению детскому, то это, в принципе, 0,17%. С одной стороны, возможно, кто-то скажет, что это не так много, но все-таки нельзя недооценивать. То есть первое, то, что мы видим темпы прироста. Это истинный темпы прироста. И, возможно, это связано с улучшением диагностики. Просто это заболевание стали, это состояние стали вовремя видеть врачи, вовремя ставить диагноз. И, соответственно, вот таких детей мы наблюдаем сейчас больше. И, к сожалению, вот истинный рост, он тоже имеет место быть. Ну, вот аутизм, да, вы сказали, что это состояние, да? Вот все-таки чем-то отличается вот мир, ну, скажем так, не имеющего аутизма, да, вот этого состояния, и если у человека есть этот аутизм, вот как-то отличается мир восприятия? Ну, конечно, это колоссально. Вот если мы берем детей, потому что все-таки, так как это состояние рожденное, да, конституциональное, то оно начинает проявляться с детства, причем с раннего детства. И, конечно, наверное, вот особенно дети с тяжелыми формами аутизма, если бы они могли больше озвучивать свои переживания, они бы рассказали нам намного больше, но, конечно, видят мир они совершенно по-иному. Если, например, мы можем общаться с детьми или людьми с синдромом Аспергера, то есть это люди с хорошим интеллектом, ну, с достаточным интеллектом, которые могут озвучить, по крайней мере, рассказать нам, что они чувствуют, конечно, им очень сложно. Им сложно адаптироваться в этом мире, потому что у них нарушена коммуникация, у них нарушена коммуникация с детьми, со взрослыми, они не могут считывать эмоциональный фон человека и подключиться к нему, поэтому очень часто люди со стороны таких вот людей с аутизмом воспринимают, как будто они грубые, что-то не понимают или невоспитанные, и не понимают, что это связано вот с их состоянием. Как правило, эти дети, особенно вот когда они еще маленькие, растут, они очень пугаются всего нового, любой новой обстановки, и поэтому, когда что-то выбивается из их обычного мира, окружения, у них случаются истерики, расстройства поведения, то есть они просто, ну, грубо говоря, не знают, куда деться. Тогда это уже видно, да? Конечно. Эти дети, они не могут влиться в какой-то коллектив легко, потому что, опять же, нарушены социальные навыки, нарушена интеграция, коммуникация, им это сделать очень сложно. Вот мы, например, ходим по улице, мимо ездят машины, там, допустим, течет вода, журчит ручей. Мы не обращаем на это внимания. Для ребенка, например, с аутизмом это может быть колоссальный фактор, например, вот проехала машина, дискомфорт, что он может просто сесть на корточке, закрыть уши, закричать и так далее. Ну, кому интересно, есть очень красноречивый ролик, в интернете можно найти, как раз вот мир глазами ребенка аутизма, где очень красноречиво это показано, как ребенок, то есть обычный звук им воспринимается, ну, как будто бы вот в сто раз громче, чем мы с вами его слышим. То есть порог какой-то, да, порог другой совершенно приятель. То есть ребенок настолько перегружен вот этой всей информацией извне, и почему очень часто таких детей вот в каких-то плакатах, ну, я не знаю, информационных буклетах рисуют либо в домике, либо в трубе в какой-то... То есть закрываются. Да, то есть вот этот их уход от внешнего мира, от реальности, он и продиктован их состоянием, и в то же время он помогает им сохранить себя, потому что иначе для них это просто становится, ну, каким-то очень серьезным испытанием и вызывает огромное напряжение и дискомфорт. Владимир, а вот тогда вот есть же такая, ну, вообще такое понятие, да, вот у некоторых людей с аутизмом, да, с этим состоянием, у них какой-то сверх какая-то способность есть, да, вот, например, там, уникальная память, фантастические какие-то способности, там, запоминать что-то, да, какие-то творческие даже есть такие, да, таланты, да, а у другого наоборот, да, то есть как-то он замыкается весь, вот, как вы сейчас описали, да, и, то есть нет вот развития. Вот чем это обусловлено? На самом деле это так? Ну, это действительно так, но сразу немножко я все-таки миф хочу развеять. Вот это вот о чем вы сказали, о каких-то феноменальных способностях, о каких-то гениальностях, но это все-таки миф, это некое преувеличение. Такие случаи есть, но они единичны. Они немножко, наверное, больше к нам приплыли, так скажем, вот из фильмов. Фантастических каких-то, да? Ну, не то, что даже фантастических, типа Человека-дождя, типа Шестого Чувства, вот когда очень любят муссировать эту тему, что вот такой особенный какой-то ребенок или взрослый, вот у него есть некие феминальные способности. Ну, то есть художественно, как показать все это, да. Да, в редких случаях, в очень редких это имеет место быть. Действительно есть, допустим, люди, которые находят себя в творчестве, у них очень развиты творческие потенциалы, они, допустим, становятся художниками, публикуют целые альбомы вот таких вот детей и взрослых, страдающих аутизмом, которые выражают вот... То есть какие-то картинки, они вот... Да, свой внутренний мир вот через картины. Причем иногда очень удивительные, может быть, даже обычному зрителю они покажутся вычурными, какими-то странными, но этим они к себе и привлекают, потому что как раз показывают внутренний мир этих людей. Ну, какая-то самобытность в этом есть, да. Ну, есть тоже вот некий миф, что часто у них развиты математические какие-то навыки, что они там могут считать. Действительно, я еще раз повторюсь, в каких-то индивидуальных случаях такое бывает, но по большей части это все-таки не соответствует реальности, потому что даже если развита какая-то одна сфера интеллекта, то другая может очень сильно проседать. И часто, к сожалению, эти дети, они... Кто-то может учиться в образовательной школе, кто-то нет. И вообще, когда мы говорим вот об аутизме, это целая группа расстройств. Это же расстройства аутистического спектра. А в ней, в этой группе, вот есть формы от очень тяжелых, вот то, о чем мы говорим, это дети, как правило, инвалиды, у которых нет речи, которые имеют очень выраженное интеллектуальное снижение и требуют к себе совершенно особого подхода. И вот есть более легкие формы, это вот как раз откуда этот миф и родился, что обладающий некими способностями, это вот синдром Аспергера. Это когда сохранен интеллект, и, в принципе, при правильном подходе эти дети, подростки, затем взрослые, они достаточно неплохо интегрируются в общество и учатся, овладевают профессией, работают. То есть это возможно. Ну тогда вот этот, ну скажем так, синдром комплекса этого аутизма, можно так назвать, потому что очень много симптомов сюда входит. Да, разнородный. Разнородный такой, да? Вот все-таки для таких детей, для них лучше пребывание дома, в семье, да? То есть вот окружение какое-то, как вы сказали, специфическая среда должна быть для них, да? Или все-таки вот общаться должны они там вот с детьми обычными, то есть не имеющими вот этого аутизма? Или это все-таки индивидуально все подходит? Ну это однозначно индивидуально, потому что, я еще раз говорю, вот даже я наблюдаю очень разных детей с аутизмом, и вот так вот шаблон какой-то определенный мы не можем применить. Естественно, максимально, что мы стараемся сделать, и врачи, и педагоги, и родителям объясняем, мы стараемся максимально помочь этому ребенку все-таки влиться в общество, хотя бы находиться в нем какое-то время, и уметь, ну суметь хотя бы какие-то зачатки коммуникации развить в себе, чтобы мог ребенок обратиться, например, спросить, сколько времени, чтобы у него не было вот этого комплекса вообще боязни общения с любым посторонним человеком. Это добиться иногда бывает крайне сложно. Поэтому, конечно, есть дети, которые в силу, например, выраженности расстройства, они могут находиться в основном только вот в определенной среде. То есть это либо семейная среда, это индивидуальное обучение, либо это, например, обучение в школе с определенным образовательным маршрутом, где меньшее количество детей, педагоги, которые знают, как работать с этой проблемой. Сейчас у нас очень активно открываются специальные классы, специальная группа в детских садах, именно где вот эти дети, дети с аутизмом, могут получать образование, как дошкольное, так и школьное. А есть совершенно другая группа или другие дети, которые могут действительно влиться в обычный класс, получать образование в обычном классе. Но здесь, конечно, еще многое зависит об отношении внутри класса, внутри школы. Если это отношение лояльное, если этого ребенка принимают, но не устраивает ему какую-то, извините, травлю там, или... То есть нормально воспринимает коллектив, то, как правило, они очень неплохо адаптируются. – Владимир, ну вот, коль мы уже заикнулись о помощи таким детям, да, ну и детям, и родителям тоже нужна помощь в какой-то степени, да, здесь комплексно все это. Есть, наверное, медикаментозная терапия, да, какая-то, и есть, наверное, какие-то, может быть, поведенческие методики. Вот об этом что вы можете сказать? – Ну, на самом деле, подход, он вот, как я уже сказала, он должен быть со всех сторон, комплексный. Основная нагрузка ложится на родителей, потому что родители – это те люди, которые находятся с этим ребенком 24 часа в сутки, и они, вот все то, что ребенок получает вовне, на занятиях, в беседе с врачом, они должны еще переносить вот в ежедневную его, так скажем, среду обитания. Это колоссальный труд. Методы лечения какие? Конечно, медикаментозная терапия применяется. Ну, во-первых, наблюдение врача-психиатра должно быть однозначным, потому что все-таки диагноз ставит врач-психиатр и ведет ребенка с данным диагнозом врач-психиатр. То есть обращаться к специалисту-психиатру, я тоже хотел спросить сейчас, то есть кому это, к психологу, к психиатру, именно все-таки к психиатру, да? Да, к психиатру. Но раз уж мы начали с этого, конечно, признаки аутизма может заметить любой врач. Это и на приеме у педиатра, и невролог может заметить. Особенно если родители сами озвучивают какие-то жалобы, или они видят особенности у ребенка, они могут об этом и должны об этом сказать, не молчать. И затем врач, тот же педиатр, невролог, он направит к психиатру. Совершенно не возбраняется сразу обратиться к психиатру. Тем более у нас в рамках диспансеризации детского населения по возрастам вот эти осмотры психиатра, они предусмотрены. Просто нужно озвучивать вот эти проблемы, и затем, конечно, совместно их решать. Таким образом, врач, что касается медикаментозного лечения, вот хочу тоже развеять миф, многие родители боятся идти к врачу-психиатру, потому что они считают, что вот эти фразы залечат ребенка. На учет поставят. На учет поставят. Потом, вот знаете, я часто слышу на приеме, когда приходят и говорят, доктор, пожалуйста, не назначайте нам страшных препаратов, которые сделают из моего ребенка овощи. Но вот есть такое бытует мнение. Это совершенно неправильно, потому что, ну, все-таки и врач, и врач-психиатр – это очень гуманная профессия, и у нас ни в коем случае нет какой-то цели навредить ребенку. Медикаментозная терапия, как к ней относиться? Она показана индивидуально. И совершенно разные препараты, группа препаратов показана тем или иным детям. Конечно, есть дети, которым мы можем и вообще ничего не назначать, потому что если они получают другие методы терапии, то, в общем-то, возможно, в медикаментах нет никакого смысла в данном случае. Но, к сожалению, есть иногда расстройства, те же депрессивные, тревожные. У детей могут быть вот такие хэппи-припадки. Выраженные расстройства поведения, когда мы просто не можем не назначать определенную группу препаратов, во-первых, и ребенку будет легче, и родителям будет легче, потому что вот эти симптомы, они будут коррегироваться вовремя. Однозначно это нужно решать в диалоге с врачом. И когда мы такой препарат назначаем, вот я, в частности, я всегда объясняю родителям, для чего, что мы ждем, какие могут быть нежелательные явления, и что мы хотим вот в итоге... В динамике. Да, в динамике получить и добиться. Но это одна сторона. Конечно, во всем мире сейчас бум на другого вида лечения. То есть это методы социальной коррекции, методы психотерапии, и определенные методики, которые разработаны именно для коррекции или, так скажем, адаптации вот этих деток в обществе. Таких методик на самом деле много. Но для примера я могу назвать, допустим, очень пользуется популярностью ЭБИА-терапия, это прикладной анализ поведения. То есть вот эти методики направлены на то, чтобы развить у ребенка определенный навык путем системы поощрения. Либо прекратить какой-то навык путем системы прерывания его. То есть такой игровой формы даже какой-то? Ну, это игровая форма, но это иногда достаточно жестко. Может, ну, не то чтобы жестко, а настойчиво должно быть. И вот ребенок осваивает, например, один навык, второй навык. Потом это складывается в цепочку. Это очень большое количество повторений. То есть это определенные люди, которые проходят обучение по этой методике, они этим занимаются. Это как пример. Много и других различных методик, которые применяются. Это система, например, карточек. Когда ребенку проще ориентироваться, например, не вербально, когда ему даешь занятие, а путем карточек. Вот у некоторых родителей, например, дома могут быть целые, тут лежит, тут лежит карточка. Ребенок так ориентируется. Определенные методы, например, обучения чтению. То есть для таких детей не подходит иногда обычный метод. Вот по буквенной, сливании в слоги. Они могут воспринимать либо слог целиком, либо слово целиком. Есть методики глобального чтения. Я не совсем педагог, конечно, я косвенно с этим знакома. Но такие специалисты, педагоги, дефектологи, логопеды, кто этой проблемой занимается, они эти методики знают и активно применяют. То есть это идет непрерывно, в системе это все идет, да? Конечно. Конечно, мы о чем говорим. То есть когда такого ребенка мы видим, когда ставим такой диагноз, то есть вот эти направления, куда мы его, так скажем, определяем, их очень много. То есть это и образовательные структуры, это и социальные структуры, это педагоги. То есть, например, если тяжее состояние выраженное, мы должны решить социальные вопросы, направление на МСЭ, например, такого ребенка, направление его в реабилитационные центры и так далее. То есть сейчас, в общем-то, достаточно большой спектр организаций, которые предлагают такие услуги. Владимир, давайте еще скажем, еще один миф развеем, да, что это помощь бесплатная, да, то есть вот то, что вы сказали к психиатру, да, консультации. Конечно. Вообще помощь психиатрическая у нас в Ульяновской области во всей стране, она бесплатная. Причем мы никому не отказываем в день обращения. Даже если вы не записались, вы можете подойти во время работы психиатра по расписанию и прийти с ребенком. Если кто-то боится, вы можете прийти сначала без ребенка. Никогда никому не откажут. Нет, никогда не откажут. Если позволите, я озвучу телефон. Конечно, конечно. Допустим, чтобы родители могли позвонить. Ну, мы еще строкой дадим, в программе строкой еще дадим. Да, будьте добры, то есть вот телефон регистратуры, где можно узнать расписание приема наших врачей детских и подростковых психиатров, это 35 21 84. Есть у нас отдельная детская служба, детско-подростковая на Кирова 20, тоже можно обратиться, телефон 32 15 92. Ну, и могу еще дать телефон психологического консультирования, то есть какие-то тоже вопросы животрепещущие, да, можно задать психологам. Это, ну, телефон так называемой горячей линии 8 987 689 89 28. С 8 до 15 по любому из указанных телефонов можно позвонить. Спасибо большое, Владимир. Вот на самом деле реальная помощь, да, действительно, вот открытость такая. Конечно. И тогда мы с этой проблемой будем действительно вот как бы владеть, да, ситуацией. И владеть, и бороться общими усилиями, да, помогать. Владимир, ну, у нас очень большая аудитория, у нашей программы, да, я хочу, чтобы вы тоже вот сказали нашим телезрителям, вот кто попадает в группу риска, может быть, да, вот по рождению детей с аутизмом, и, может быть, сразу так забегая вперед, как избежать-то вот действительно вот рождения, может быть, ребенка вот с такими синдромами? Ну, к сожалению, вот это, наверное, самый сложный вопрос, и самый, наверное, неблагодарный в плане того, что вот рецептов таких нет. Невозможно, да? Нет. Почему? Потому что действительно вот на данном этапе очень многие ученые, они занимаются этой проблемой, но мы не знаем истинных причин. То есть вот ваш вопрос, он проистекает из причин, правильно? Чтобы предотвратить или чтобы лечить, нужно знать причину. Среди причин есть несколько гипотез, то есть это наследственность. Да, действительно, замечено, что в поколениях, где были психические расстройства, тот же аутизм, шизофрения, все-таки вероятность рождения... Ну, любая психосоматика. Да, вероятность рождения такого ребенка, она выше, чем в общей популяции. Есть гипотеза генетическая, то есть вот что поломка, мутация некоторых генов в определенных там локусах могут приводить к рождению такого ребенка. Но это тоже пока на уровне исследований. Единственное, связывает это все-таки с X-хромосомой. Все-таки исследования идут, да? Конечно, с X-хромосомой, потому что это объясняет тот факт, что у мальчиков аутизм встречается в 3-4 раза чаще. В некоторых данных литературы я даже читала в 6 раз чаще, чем у девочек. Все-таки, видимо, это связано с полом. Причины называются экологические, токсические, в виде, возможно, приема каких-то недоброкачественных продуктов и так далее. Есть гипотеза о том, что принесенные инфекции мамой в период беременности тоже могут привести к рождению такого ребенка. Но все равно мы здесь не говорим о специфичности. Все пожелания и все вот эти, так скажем, профилактирующие меры, они в любом случае будут направлены на соблюдение здорового образа жизни и положительных эмоциональных, эмоциональной окраски вот этого периода беременности. Вот что мы можем посоветовать любой маме. То есть не нервничать, быть счастливой, веселой, довольной. Ну и, конечно, соблюдать все те рекомендации по периоду беременности, которые назначают гинеколог и другие специалисты. Единственное, конечно, если все-таки в поколении были заболевания, вот о чем я сказала выше, то, конечно, лучше обратиться перед рождением. Более настороженно уже относится. Конечно, перед планированием беременности обратиться к генетику. И уже с генетикой вместе просчитать какие-то вот эти вероятности и риски. А в остальном, то есть общие рекомендации, но они же направлены, у нас же задача не только, чтобы правильно не было аутизма, а вообще любого заболевания, чтобы ребенок родился здоровым. Совершенно верно. Владимир, ну вот мы уже сказали о том, что первый специалист, который встречается, может быть, вот с этим аутизмом, это все-таки врач первичного звена, да? Конечно, педиатр. Поэтому педиатр, он знает свой участок. И вот исходя из этой вот мысли, да, получается, что чем раньше мы выявим, все-таки это же лучше получается, да? Однозначно, потому что вот весь тот комплекс мероприятий, о котором мы говорили, чем раньше мы начнем вот эти, по сути, абилитационные мероприятия, потому что мы развиваем то, чего у ребенка, собственно, как бы нет и быть не может в силу его состояния. Чем раньше мы это начнем, тем лучше будет адаптация, тем лучше ребенок, ну вот, приспособится. Практически, может быть, лучше. Конечно, конечно. И сейчас врачи-педиатры, во-первых, очень часто мы, психиатры, выступаем на днях педиатра. Мы рассказываем о первых признаках, на что обратить внимание, на какие жалобы родителей обратить внимание стоит. А сейчас, вот в 2019 году, как раз в приказ о диспансеризации введены изменения и применяется так называемая шкала МЧАТ, то есть педиатры предлагают определенный опросник для родителей в возрасте от 16 до 30 месяцев. В принципе, несложные вопросы. Родители, отвечая на эти вопросы, в конце формируются баллы, которые показывают, есть ли вообще риск аутизма у данных ребенка. То есть вероятность возникновения аутизма. Да, вернее, даже не возникновения, а уже. То есть есть риск аутизма или нет. То есть по факту уже. Конечно. То есть и педиатр, предлагая вот этот опросник, родители заполняют, но это по времени может занять. И уже можно заниматься ребенком уже не только. Конечно. И если вдруг там по результатам получается, что все-таки ребенок попадает в зону риска, то, соответственно, конечно, сразу его можно направлять и к психиатру, и к психологу на обследование. Даже если данный диагноз не подтвердится, но это такой очень большой подспорье, это как раз скрининг аутизма. И введены были эти изменения в приказ именно для того, чтобы как можно раньше данное заболевание мы могли диагностировать данное состояние. Владимир, ну и, может быть, в заключении программы какие-то такие добрые пожелания, и как от специалиста, и просто как от человека, нашим телезрителям? Ну, уважаемые телезрители, первое, конечно, я хочу сказать вам всем о том, что вот в наше непростое время, несмотря на бешеный темп жизни, сложности, которые возникают, трудности, находите время для себя, для своей семьи, найдите время остановиться, посмотреть на природу, вот сейчас весна, прекрасное время года, вот для того, чтобы вы жили в гармонии с собой и с окружающим миром. А второе, вот говоря о теме нашей сегодняшней программы, очень непростой теме, я хочу обратиться к вам и попросить, будьте добрее, терпимее, участливее, вот не только к детям с аутизмом, а вообще ко всем лицам, у которых есть проблемы с ментальным, вот как сейчас принято говорить, здоровьем, потому что они, так же, как и все остальные, нуждаются в нашей поддержке, в нашем понимании и даже больше. Давайте не будем равнодушными и со своей стороны, чем можем, будем помогать им или, по крайней мере, относиться к ним добрее и терпимее. Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна. Ну вот вообще, то есть, резюмирую, ни один диагноз – это не приговор, правильно? Конечно. Медики всегда мы рядом, мы всегда подскажем, всегда поможем, то есть самое главное – обращаться к нам вовремя, своевременно, да? И мы всегда найдем… Конечно, если даже мы не поможем радикально в плане, как я сказала, излечения заболевания, но тем же родителям, им нужна психологическая разгрузка, им нужна та же психотерапия, слова участия, мы можем им помочь. Самое главное, ведь, с таким ребенком в семье не бороться, а принять его и двигаться вот в том ресурсе, который у него есть. И тогда все станет на свои места, и, опять же, если общество будет хорошо относиться к таким детям, не считать их изгоями, не считать их какими-то неправильными, то, в принципе, мы можем достаточно хорошо и гармонично существовать. Ведь все мы разные. Конечно. Спасибо большое, Владимир Владимировна. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова